Теперь, наверное, настало время нам почитать что-нибудь непосредственно из Хайдеггера. Так что приготовьтесь, я всё же зачитаю некоторые куски текста. Мы очень долго беседовали без книги, но совершенно обойтись без неё мы не можем. Вы сейчас в тексте, я надеюсь, многое узнаете, то, что мы обсуждали, поэтому будет чуточку легче. Ну, а потом мы, естественно, опять поговорим. И по зачитанному тексту я буду давать ещё комментарии. Значит, я повторюсь, это чёрная книжечка «Бытие и время» Мартин Хайдеггер. Я зачитываю со страницы 68. И мы с вами остановились на средстве. Мы рассматривали средство уже непосредственно, подручное. Итак, одного средства, строго говоря, не бывает. К бытию средства всегда принадлежит целое средство. Где оно может быть этим средством? Какое оно есть? Средство по своей сути есть нечто для того, чтобы. Разные способы для того, чтобы, как годность, полезность, применимость, удобство, конституируют целое средство. В структуре для того, чтобы есть отсылание чего к чему. Помеченный этим титулом феномен может стать виден в своём онтологическом генезисе лишь в дальнейших анализах. Предварительно следует феноменально иметь в виду многосложность отсылок. Средства, отвечая своему свойству средства, есть всегда из принадлежности другому средству. Средства для письма, перо, чернила, бумага, подкладка, стол, лампа, мебель, окна, двери, комната. Эти вещи никогда не кажут себя сначала по себе, потом, как сумма реалий, заполняя комнату. Ближайшая встречная, хотя тематически не схваченная, это комната. Да и та опять не как нечто между четырьмя стенами в геометрическом пространственном смысле, но как средство для жилья. Из неё окажет себя обстановка. В этой последней каждое отдельное средство. До него всегда уже открыта какая-то целость средств. Ну вот здесь я сейчас прервусь. Я зачитала вам кусок, такой абзац один. Дальше ещё следующий абзац буду зачитывать. Вы здесь прослушали уже именно Хайдеггеровский текст. И я надеюсь, что в нём узнали многое из того, что мы пытались с вами уже рассматривать. Ну, видите, тут Хайдеггер бегло-бегло-бегло. Он повсюду очень бегло набрасывает. Делает именно наброски. Это тоже одно из любимых слов Хайдеггера. Делает набросок. Поскольку дизайн – это тоже набросок, как он считает. Вот здесь он набрасывает. Что он набрасывает? То, о чём мы говорили. Что средства – это всегда сеть, это паутина. Что средства всегда взаимосвязаны. И сами по себе являют связь, постоянная связь. За какое бы мы средство не ухватились, с какого бы мы конца не начали, мы всегда идём через одно, другое, третье, пятое, десятое. Мы всегда выходим, в какую бы сторону мы пошли, всегда выходим на целое средство, целое, на всю вот эту вот паутину. Ну, а образ паутины, я надеюсь, нам сегодня прекрасно знаком, потому что у нас уже есть реальный аналог этой паутины, да, всемирная сеть. Вот наша всемирная сеть, она тоже совершенно не случайно образовалась, как некоторое такое виртуальное пространство. Это, можно сказать, такой выпаренный образ тоже того, как человек вообще существует. Он вот так и существует, через вот эту сеть. Значит, Хадиги, первый момент, что хочет показать, что вот всё это прежде всего выступает как средство, как вот эти вот целые взаимопередачи, взаимосвязи и взаимоотношения, множество звеньев, частей, вот из которых, структур, из которых всё это сплетается. Многозначность, он выделяет, многозначность. То есть, с одной стороны связанность совсем, с другой стороны, если мы будем рассматривать отдельно любое средство, оно сразу же будет многозначна, потому что к нему приходят сигналы из всей этой сети. То есть, она на себе несёт след всей этой сети. Любой предмет многозначен. И аналогом, вот, это как бы, ну, я сказала, образ реальный, это вот, да, интернет. А есть ещё один аналог. Это ведь сущность, когда мы говорим о сущности. Сущность имеет такое же значение, как и средство. Фактически, именно средство даёт возможность человеку проникать в сущность. То есть, сущность, как такова, является теоретическим аналогом средства. И вы знаете, что потом философы скажут, ни раз и ни два в истории философии, они скажут, что философия – это наука обо всём сущем в целом. И вот, фактически, как бы, тоже проекция, вот такое средство, как целого. Хайдегер, конечно, будет с этим спорить и говорит, что это не так. Это наука, в кавычках, о бытии, а вовсе не о средстве или о сущности. Но вы видите, насколько мощно всё это присутствует в человеческой, вот так сказать, структуре. Потому что человек из этого исходит вообще. Итак, многозначность и целое. То есть, средство – это всегда целое. Отчасти мы переходим моментально. Нас отбрасывает ко всему. И, а если мы будем рассматривать саму часть, то она будет многозначной. Вот эти вот для того, чтобы, от чего к чему, отсылание и тому подобное. И ещё один момент, который тут Хайдегер просто как бы, ну, как некоторое такое, как какой-то витраж хочет нам показать. Что, вот, допустим, если человеческое восприятие взять, он говорит, что нам кажется, что первое, что мы вот, допустим, видим в комнате, да, вы находитесь в комнате, и он перечислил тут некоторые вещи. Человеку кажется, что он видит вещи. Мы уже сказали, что в истинном, генезисном смысле это не так. Может быть, сейчас человек и видит вещи, видит уже как бы острие пирамидки, вершину, вершину горы самой по себе. Он там бросил взгляд и увидел вещи. Но Хайдегер говорит, что он может видеть вещи только потому, что в нём уже случились все другие видения. Он прошёл все эти ступеньки. И что первоначально и фактически человек не то, что не вещи эти видит, а он даже как бы комнату как комнату ещё не видит. Он вообще имеет возможность восприятия только потому, что в своей жизни ранее он столкнулся с затребованностью для себя жилья дома. А это определённое средство, средство для выживания. То есть первоначально первое, что лежит вообще в основе видения, это вот это помещение. Кстати говоря, вот когда мы отвлекаемся даже от марксийских, от хайдегерских разработок, вообще от философских разработок, то вот в истории есть такие изыскания, которые направлены на то, чтобы найти первоначальные формы жилья у человека. То есть когда человек начал пространство создавать для себя, огораживать какое-то пространство. Вначале-то он использовал, надо понимать, естественные какие-то укрытия. А когда человек начал создавать нечто похожее на дом. Или, говоря геометрическим языком, выделил для себя отдельное пространство для своего существования, бытования. И вот есть такие гипотезы, гипотезы, потому что всё это ещё как бы шатко, неустойчиво, всё это непроверено. Есть такие гипотезы, которые звучат крайне странно, потому что они нам говорят такую очень оригинальную вещь, что человек начал сначала выделять это пространство для своих, вообще-то, умерших сородичей. То есть при погребении. При погребении человек начал конкретно и резко отделять какой-то вот этот умерший мир, умерший мир, он туда помещал соплеменников, которые умерли, и отделял для них пространство какое-то, выстраивал. И это первое пространство, которое человек научился отделять. И только потом это пространство стало жилым. Тут вот такая вот очень интересная история. Но Хайдеккер это не рассматривает, он вообще не погружается в какой-то глубокий анализ. Он именно пробегается, набрасывает, набрасывает как-то, туннели или дорожку для нашего взгляда, чтобы мы взгляд кинули в другом направлении, потому что мы смотрим не в ту сторону всегда. Он хочет, чтобы мы посмотрели вот так, то есть пробежались вот в эту сторону. И в этом набрасывании для нас важно то, что первоначально, естественно, это средство для жилья. В самом общем виде средство для жилья. А потом это средство для жилья уже когда-то там превращается в то, что мы называем домом вообще. А потом из этого дома оно превращается там как-то в то, что мы называем квартирой. Потому что квартира это одно из новейших завоеваний. Его раньше не было. И только из квартиры появляется уже обстановка самой этой квартиры. То есть внутри средства для жилья находятся средства для того, чтобы его максимально было приятно и прагматично использовать. А оттуда уже только в этом средстве для средства всплывают вещи какие-то, да, которые нам нужны. Вещи для того, чтобы пользоваться всем этим. И какие-то там орудия еще нашего труда, которые мы тоже, кстати говоря, называем вещами, потому что тут все понятия друг друга охватывают и пересекаются. Помните, я вам в самом начале говорила, изистенциал Хайдеггера одно в другом, да, и через него само, то есть бытие в. Вот все человеческие структуры обладают такой, кстати говоря, характеристикой, топологической характеристикой. То, что обхватывает другое, само обхватываемо этим другим. Иначе тут ничего не поймешь. Но все-таки мы строим матрешку вот таким образом, каким задал нам Хайдеггер. То есть мы идем от средства, от вот этих нужд человеческих, прямо биологических, это при базовыживание, но они уже имеют другой характер, человеческий характер. Это средство, это подручное, это все подручное. И еще один термин – ближайшее встречное. Ближайшее встречное. Этот термин проистекает от подручного, от руки, и ближайшее встречное для руки. И вот это ближайшее встречное, оно сначала средство для жилья, потом вот дом, само жилье, помещение, обстановка, и затем только вещи. И раз уже здесь мы выделяем отдельное средство, в самом конце. Это уже как бы теоретическое такое выделение, что отдельное средство выделяется конкретно вплоть до самой маленькой иголочки. Но это я утрирую, конечно. Все мы можем выделить. Современный человек все отделяет, все дифференцирует полностью. Ладно, читаю дальше, потому что нам нужно будет несколько кусков быстренько пробежать. И хотя бы упомянуть, что для Хайдегера важно. Следующий абзац. Всегда скроенное посредство обращения, в каком средство только и может генуинно показать себя своем бытии, например, забивание молотком, и не осмысливает это сущее тематически, как случившуюся вещь, и никакое употребление не знает, скажем, о структуре средства как таковой. У забивания нет ни малейшего знания. Присущего молотку характера средства. Но она приспособила себе это средство, как уместнее невозможно. В таком применяющем обращении, а започение подчиняет себя вот этому для того, чтобы. Конституционно для всякого средства. Чем меньше на вещь молоток просто глазеют, тем ловчее ее применяют, тем исходнее становится отношение к ней, тем незатемненнее встречает она как то, что она есть, как средство. Забивание само открывает специфическое удобство молотка. Способ бытия средства, в котором оно обнаруживает себя самим собой, мы именуем подручностью. Лишь поскольку средство имеет это по себе бытие, а не просто лишь бывает, оно в широчайшем смысле удобно и в распоряжении. Самое пристальное только лишь всматривание, в так-то устроенный вид вещей, не способно открыть подручность. Чисто теоретически всматривающий взгляд на вещи лишен понимания подручности. Потребляющее орудующее обращение, однако, не слепо. У него свой собственный способ смотреть, ведомый орудованием и наделяющий его специфической вещественностью. Обращение со средством подчиняется многосложности отсылок для того, чтобы смотрение такого приложения есть усмотрение. Что в этом абзаце главное? Ну, я, опять же, надеюсь, что хоть где-то там вспыхивает что-то знакомое, а может быть, как-то улавливается и в целом, что хочет сказать здесь Хайдеггер. Ну, вот бегло самое главное. Во-первых, то, что я уже проговорила на предыдущих лекциях, что во всем этом орудовании и средством человек, как исторический, ничего не знает. Ничего он не знает. Ни о том, что это средство, ни о том, что это мир, ни о том, что он сам становится через подручное. Он ничего не знает. Он просто орудует. И Хайдеггер говорит, он орудует тем ловчее, чем меньше знает. Очень странное такое выражение. Но на самом деле, если мы вдумаемся в него, то совершенно не странное. То есть само средство по себе, оно как бы требует единственное в него погружение. И в этот момент, кстати говоря, человек и сам становится некоторым образом средством. Он тоже функционирует. Он является средством среди средств. И давайте вспомним по этому поводу то, с чего мы начинали. Мы говорили, помните, о бытиеприсутствии, что это и бытие, и сущие. Но сущие, наряду со всеми другими сущими, какое-то совершенно особенное, отличное от всего остального. И вот откуда же оно взялось такое, отличное от всего остального сущего. И здесь, когда мы подходим к средству, мы можем вот уже наглядно увидеть, что когда человек вот так орудует среди всех этих средств, он сам становится некоторым образом главным средством, главным опосредователем. И вот в этот момент он занимает вот эту равную доску со всеми остальными связями и отношениями. И в то же время неравную, а главенствующую над ними, центральную. Ту, которая все со всем связывает. И вот он орудует этим всем сам, как средство. То есть он не как свободное, в каком-то смысле слова, не как свободное существо это делает. Он не догадывается о том, что он делает. Он не знает об этом, и он не осознает. И это было присуще человеку исторически. То есть на начальных этапах развития незнания, незнания, незнания. Затем, естественно, появляются какие-то проблески или попытки познать человеком самого себя. Я бы их назвала и до сих пор только попытками. Поэтому радоваться особенно в этом плане не приходится. поскольку все современные, допустим, социальные теории, это вообще на 99% это полный мусор. Это ни о чем. Речь тут идет о действительно реальных попытках. Я вам говорила, того же Маркса, Хайдегера. Ну, не только их. Есть и другие интересные теории. Но не тот маскарад, который нам сегодня предлагают социальный. Ну, да бог с ним. Так вот, вот эта вот взаимосвязь человека, она не только такая вот темная, темная, неясна для него самого взаимосвязь, его связь, его скрепа, его со средством, сращение его со средством, превращение самого человека в средство по ходу того, как он их создает. Она, эта темная взаимосвязь, она не только исторически прослеживается, она еще и работает как вот различная как бы многосложность и разделенность самого человеческого бытия. То есть человек должен, даже в какой-то мере должен, когда он что-то делает, он должен не знать, в каком роде я об этом говорю. Вот здесь сложный момент, постарайтесь понять. Хайдегер, говорит, не случайно бросил вот эту фразу. Тем ловчее работает, чем меньше отдает себе отчет. Это не означает какого-то вообще просто как-то тупизма, извините за выражение, в смысле того, что чем мы вот тупее и меньше знаем, тем мы будем лучше что-то делать. Нет, речь идет о сравнении двух планов, о том, что когда человек рассматривает что-то извне, как бы теоретически абстрагируясь и прикидывая, рассматривая, применяя логику, то этот план, он проекционен, он не совпадает с практическими действиями. Но все вы, наверное, это знаете в грубом разделении практики и теории. Вот этот момент очень щекотливый такой, сейчас Хайдегер его там и дальше будет затрагивать, что теоретик знает одно там и говорит одно, и вроде как все правильно говорит и все верно, а практик пришел там и сделал раз-раз и по-другому, и тоже все правильно оказалось. Или они вступают в конфликт там, практик и теоретик, или практик не знает, что делать, теоретик наконец-то разрешает проблему, или наоборот, да, теоретик уже весь запутался в своих там расчетах, а практик справился с проблемой, что-то изобрел прямо на месте. Вот то, что это вот так вот может быть, что такие различные ситуации, и говорит нам о том, что есть некоторый раскол, есть разные какие-то вот планы, которые не так-то легко пересекаются друг с другом, и не так-то легко друг друга переходят. И то, что мы осуществляем в конечном итоге на практике, оно, ну, давайте выразимся гегелевским языком, оно требует знания, естественно, но, во-первых, оно требует знания практического, самого главного, то есть как умение или навыка, это обязательно, то есть, ну, там, не только молотком гвоздь забивать, ну, наверное же, и какой-нибудь там разливкой стали тоже управлять, тоже практика, или там диспетчером тоже практика, или там даже педагогам тоже практика, то есть тут уже вообще тонкие общественные какие-то отношения, отношения с людьми, и в то же время все равно практика. И так требует какого-то опытного знания, и требует какого-то теоретического знания, но теоретическое знание, которое не доведено до снятия, выражаясь гегелевским языком, что такое снятие, это значит, оно как-то абстрагировалось, развивалось, но затем вернулось снова в конкретный реальный вид. Это то, о чем говорят художники, что мы учимся рисовать, да, можно научиться рисовать, так, как правильно там делать все вот эти вот, ложить мазки, линии, штрихи, но ты так и не будешь рисовать картину, ты не сможешь в живом своем чувстве, которое ты испытываешь, применить эту технику. Техника у тебя может там просто торчать, видно, что у тебя какая-то есть техника, но она не доведена до непосредственного движения руки художников. А вот когда она доведена, это произошло снятие. Так вот, практика сама по себе требует этого снятия. И чем больше снятия, то есть как бы нет уже отдельно сознания, сознание перешло уже в само действие. Человек не думает, когда действует. И в то же время он думает. Это очень непросто уловить. Давайте возьмем снова, вернемся к художнику. Интересный пример. Художник, когда он рисует, моментально вот так быстро видит модель, или видит какой-то момент и рисует, он думает или не думает. А я могу даже еще круче привести пример. Фотограф, который на бегу летит, и вот у него момент вообще искра какая-то. Он развернулся, взгляд, и он что-то увидел, щелк фотоаппаратом, и он заснял этот кадр. Он думает или не думает в этот момент. Тут мы обладаем ситуацией, которую бы очень, наверное, с большим удовольствием разодрали на части софисты какие-нибудь древние. Они бы сказали, ну, если он думает, то, извините меня, когда? Когда бы он тогда успел вообще все это сделать? Действовать и все прочее. Да и вообще, если бы мысль даже пробежала, то он бы еще даже не успел ее освоить. А наоборот, если он не думает, то получается, что чем меньше мы думаем, тем мы лучше рисуем и фотографируем. И вот мы попадаем в парадоксальную ситуацию. Но на самом-то деле никто не говорит о том, что здесь и художник, и фоторов, конечно же, думают. Но думают они своими мгновенными действиями. Мгновенными действиями. Все переведено уже в непосредственность. А это стихия, а это мгновенное действие. То есть не только обыкновенный работник какой-нибудь любой совершает автоматические действия там на своем рабочем месте, но и художник, и фотограф совершают автоматические действия. И это не есть плохо. Это не есть плохо, это есть хорошо. Тогда, когда в эти автоматические действия уже упаковалось многосложность в человеческой жизни. И она там замечательно работает. Поэтому вот такое проецирование извините, пожалуйста, поэтому такое вот проецирование на человеческое мироустройство в виде средства, что человек и сам осуществляется как средство среди средств или как сущность среди сущностей, предполагает собственную какую-то отдельную вот такую жизнь. И дальше Хайдеггер прямо скажет, что практика тоже видит, тоже видит, она тоже смотрит. Вот давайте я вам зачитаю это место усматривание без усмотрения. Усматривание, хотя оно не усматривающее, не неуправляемо. Свой канун оно формирует в методе. Хайдеггер хочет сказать, что практика имеет свои собственные глаза. Практика тоже смотрит. Не только теория смотрит. Не только теория смотрит. и вот термин естественно Хайдеггером придуман, что практика это вот усматривает. Но это уже даже не столь важно. Нам важно понять, что и практика имеет свои глаза, и теория имеет свои глаза. И теория, и практика действует, и теория тоже имеет свою действенность. И то, и то двойственно. чтобы мы с вами не разносили эти функции вот так вот незаконно просто по теории и практике. Ведь обычно говорят, теория только там витает в облаках, что-то там себе мыслит, а практика действует. Тут дело. Вот где практика, там дело. А тут вот где теория, там сплошные бесплодные какие-то там витания и так далее. Так мыслят все практические люди, поскольку сами они находятся на стороне практики. А все теоретические люди мыслят как? Там берешь лопату в руки и грубо народно выражаясь ебашишь, а вот мы в теории дальновидные. Мы же охватываем многосложность, все связи, мы охватываем широту, глубину. В теории мы выше. А практик говорит, ну то вы там выше, пока думаете, что вы там выше и барахтаетесь там вверху, а мы тут дело делаем, то есть с чем-то настоящим занимаемся, настоящим, подлинным, реальным. И вот так каждый из них думает, поскольку он занимает только свое собственное место и никакое другое. А какой-нибудь обыватель, который в безразличной ситуации не занимает ни то, ни другое место, кстати говоря, думает точно так же, то так, то сяк. И все это оказывается в конечном счете совершенно не интересным и не несущим нам никакой пользы. Хайдеггер говорит о том, что глупости все это, поскольку практика тоже мыслит, практика тоже мыслит и мыслит очень хорошо, а теория тоже действует, она очень действует на самом деле. Ну, вы знаете, что потом и Марк, что вот и Марк, он говорил, потом это стало в ходу такого выражения, что идеи, они материальная сила, они круче, чем пушки, ружья действуют на самом деле. Это все сюда же. И вот Хайдеггер помечает то, что они и практика, и теория сложно-двойственны, и на основании этого у них и должны выстраиваться крайне сложные взаимосвязи такие. И я же вам уже сказал о том, что теория, она должна в конечном итоге как бы сниматься, переходить в практическую часть. Ну, это как бы как желаемый конечный результат. А сама практика империи, она всегда должна в крайнем случае в человеческом развитии так и происходит. она переходит в теорию ну, не плавно и гибко, а скачкообразно, естественно. В том смысле слова, что сама по себе практика действительно не имеет широкого круга распространения, она постоянно ограничена, поскольку вот человек как раз и есть то существо, которое занимается ближайшим встречным, поскольку он подручным занимается, то рука некоторым образом, как она не удлиняется и не продолжается, она всегда вот конечна, она всегда до каких-то пределов распространяется. И мы знаем, что рука стала развивать и глаз, стала развивать и мышление, которые распространяются уже дальше. и в каком-то роде можно сказать, что рука выработала себе тоже такие органы, которые распространяются дальше ее. Так вот, давайте же наконец-то назовем и саму теорию тоже таким способом, которым рука, перепрыгивая через барьеры, в которые она попадает, может охватить проблемы, определенные в целом, по другой широте и глубине. Я здесь говорю о простых вещах, что рука постоянно находится в конкретике определенной, но она создала себе уже такие возможности, когда она может через теорию выпрыгнуть из этой определенности. И вот, когда она выпрыгивает из этой определенности, то, естественно, она может улететь просто в облака, она ведь оторвалась от земли, да, то есть, то, в чем обвиняют теорию, что она витает в облаках, это справедливое обвинение, она очень часто отрывается от своего земного основания и забывает, откуда она происходит. Но, на самом деле, это очень такой революционный шаг, переход в теорию, и та теория, которая не забыла, откуда она исходит, опять же, вспоминаем Маркса, это вот постоянно хотел все теории притянуть опять к их земным основаниям, общественной теории. Так вот, та теория, которая не забыла, откуда она исходит, та теория, которая возвращается снова в свое практическое основание, это очень крутая вещь, нужно сказать. Потому что туда возвращается освобожденная рука. Освобожденная рука. И вот Марс, он же бесился больше всего именно по этому поводу, что существует куча совершенно разных там социальных, общественных различных теорий, и все они просто как дети забавляются в своей собственной теоретической сфере, забыв вообще обо всем, о всех земных конкретных проблемах, о всех реалиях. Они просто вот микшируют все эти представления. Кстати говоря, сегодня у нас все то же самое происходит. И ни одна теория не отдает себе труда, не дает себе труда, не является так сказать честной, такой моральный термин применяем, для того, чтобы быть тем, чем она является на самом деле, вот этим заказом, более широким взглядом, обзором, или более глубоким, для того, чтобы рука могла справиться с непреодолимыми препятствиями, получить определенную свободу действий. Рука, практика, империя. Так, читаем дальше. Подручное не вообще не схватывается теоретически, ни даже усмотрение ближайшим образом не усматривает в нем темы. Ближайшее подручному свойственно как бы прятаться в своей подручности, именно чтобы быть собственно подручным. То, чего ближайшим образом держится повседневное обращение, это даже не сами средства труда, но работа, конкретная изготовляемая, первично озаботившая и отсюда подручная тоже. Работа несет целость отсыланий, внутри которой встречает средства. ну, тут вся та же самая мысль нами разбираемая уже не один раз о том, что даже в биологии функция идет впереди органа, сама функция, затем орган, и понятно, что и у человека продолжается все то же самое. То есть сама функция деятельности работа она же и формирует фактически эти средства. никак не иначе она формирует эти средства. Я говорила о том, что первые найденные орудия труда человека это не первые его разумные действия. Человек очевидно был уже в некотором смысле разумен по-человечески еще до создания орудия труда. Орудия труда это уже только отлитые формы. уже функционировал несколько иначе, чем функционирует любой животный организм. То есть вот эта функция идет впереди. И у Маркса эта функция обозначена как труд знакомая нам я думаю слово исторически. А Хайдеггер его обозначает как работа к работе привязаны обращения озабочения и подручная подручная срабатываемое изделие как для чего молотка рубанка иглы в свою очередь имеет бытийный род средства изготовляемая обувь существует для носки обувь средства собранные часы для считывания времени изготовляемая преимущественно встречающая в озаботившемся обращении находящейся в работе в своей сущностной ему принадлежащей применимости дает встретить всякий раз уже и для чего своей применимости сработанное изделие есть со своей стороны только на основе его употребления и открытой им взаимосвязи отсылок сущего но если для вас звучит ужасно то в принципе ничего тут дальше нового не говорится это все то же самое единственный момент который необходимо подчеркнуть я говорила о нем уже еще раз проговорю что для Маркса среди всех средств выделяется именно орудие труда он как бы берет опять же специфическое средство специфическое средство вот в общем плане средство смотрите там как бы сам человек оказывается специфическим средством очень и орудия труда как таковые а вот произведенные вещи всякие различные которыми человек уже пользуется Маркс не рассматривает он рассматривает только те средства благодаря которым человек как бы масштабно задает способ превращения материальной природы в человеческую ну скажем так когда вы берете даже не просто там топоры а вот именно каменные топоры да или там и когда вы говорите это каменные топоры то становится сразу понятно какой это уровень уровень вообще мира общения с природой общения человека друг с другом Марс он уровнями работает вообще он такими срезами перпендикулярными к истории работает раз 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 несколько срезов сделал и вот за счет этих срезов он выстраивает как бы какую-то картинку ну способ и метод известный наверное не только да в марксизме в науке его часто применяют да и даже в математике вот эти срезы их чем больше тем картинка получается все более полноценной там ну к сожалению Марсу не удалось сделать слишком много срезов его картинки были грубоватыми я вам об этом уже говорила но все-таки он несколько срезов сделал в общем-то по узловым станциям как бы ходил по узловым станциям ходил и вот так он работает Хайдеггер же хочет охватить вообще все это в целом то есть смотрите у него не только средства рассматриваются которые вот это преломляют изменяет сам образ жизни человека Хайдеггер рассматривает как средства и все произведенные продукты вот это сейчас то что я буду кушать там яички выращенные там где-то мясо приготовленное там овощи где-то выращенные человеком все что угодно вообще обувь прочее прочее другое просто обувь вот ботинки да ну по марксу какие-то орудия труда ботинки это не орудия труда да естественно это не орудия труда то есть специфической марксистской теории ботинки у нас раз и пропали их нет орудия труда это нечто другое такое вот выделенное еще понимание отдельно выделенное специально выделенное среди всех средств а Хайдеггер наоборот убрал эту выделенность и у него фактически все стало средством то есть и эти ботинки это опять же средства я ими пользуюсь их употребляю и в том как я их употребляю все продолжается вся та же самая история этого средства она продолжается и длится и не только все произведенное дальше вы сейчас услышите вот такой абзац я вам зачитываю срабатываемое изделие однако не только применимо для изготовления само всегда есть применение чего-то для чего-то в изделии заложено вместе указание на материалы оно привязано к коже нитям иглам и тому подобное кожа опять же выделена из шкур те сняты с животных выращенных другими животные имеются внутри мира и без животноводства да и тут это суще известным образом изготавливает само себя в окружающем мире соответственно оказывается доступно и сущее само по себе не требующее изготовление всегда уже подручное молоток клещ и гвозди сами по себе отсылают из этого состоят к стали железу руде горной породе дереву в применяемом средстве через применение сокрыта природа природа в свете природных продуктов вот ключевой момент не только все что изготовлено все вещи это тоже тоже средства и так всплыл еще многообразный человеческий мир рядом с орудиями труда Маркса которые голо просто торчали у нас в рассмотрении в теории всплыл весь еще этот человеческий мир многообразный а он за собой тянет еще и природу как таковую поскольку Хайдекер говорит что сюда включается все что и сам человек не произвел помните мы говорили что человек как бы в начале он идет вообще через то что он сам творит сам производит он через это познает но в этом он потом обнаруживает что там присутствует еще и природа то есть не то что он создал он просто берет им и пользуется а насколько многим мы пользуемся мы еще даже не осознаем мы только вот сегодня начинаем подходить к этому осознанию насколько мы свою планету просто используем как вот эти вот паразиты на ней некоторым образом даже есть такие юмористические всякие рисунки что на земле завелись вши это люди но вот насколько мы выкачиваем ее недри насколько мы используем ее все природные силы и так далее и все это тоже входит в средство все оно там туда же попадает и только уже из самого средства затем человек как-то там ну естественно приходя к теоретическому рассмотрению начинает выделять и природу и природу он начинает выделять тоже опять же через средства это вот отдельная область появляется природа все то что не изготовил человек сам но все то что все равно попадает в область этого сущего этого средства и там оно видится и через это оно видится и так природа становится природой как то что Что контрастирует с человеческим произведенным. И мы знаем эти противоставления. Природное, натуральное, естественное, историческое, искусственное, созданное. Человек попадает в такую вилку. И, значит, Хайдекер и с этой стороны показывает всю многосложность вот этого подхода через средства. Средство оказывается крайне многосложным. Там туда входит и орудие труда. Туда входит и сам человек, как орудие среди орудий. Удивительное какое-то орудие среди орудий. И туда входят все вещи, затем созданные, которыми мы пользуемся. И то, что мы называем вещами. И туда входит природа. Как то, что вовсе не произведено человеком, а уже есть данность. И вот эти вот, кстати говоря, все страшилки, фантастические фильмы про то, что там машина среди машин, управляющая ими, там орудие среди орудий. Или даже определение рабства. Человек это говорящие орудия, которые нас приводят в ужас. Рабство же ведь это нехорошо и так далее и тому подобное. А я вот сейчас говорю не о морали. Когда мы погружаемся на такой теоретический уровень, мы видим, что вне зависимости от плохо или хорошо, от плохо или хорошо, человек в каком-то смысле и есть говорящие орудия. Как ни странно. И именно поэтому он попал и в рабство. Именно поэтому он попал и в рабство. Именно поэтому мы сегодня снимаем такие фильмы. Именно поэтому Декарт мог сказать, что человек совершенно какая-то машина. В каком-то смысле слова. Животная машина, вернее. Ну, у человека там мышление еще есть, понятно. Вот. Но... Это отсюда все идет. Отсюда. И страшный компьютер, который будет управлять всеми остальными компьютерами, это тоже человек. Только мы спроектировали снова его на кого-то этот образ ужасный, на машину. И думаем, что это вот так вот возможно. А это уже есть. Это все уже в реальности есть. Потому что человек и есть говорящие орудия в каком-то смысле. Человек и есть самая страшная машина среди машин. Самое ужасное животное среди животных. Ему все присуще. Все это ему присуще. Другое дело, что это все ему присуще, но это еще не все, что в нем есть. То есть, все это в нем есть, но это еще не все, о чем мы сказали. Есть и что-то другое. Вот такая многосложность и вот такая многозначность. И здесь вот раз уже мы сейчас дальше не будем открывать себе новые просторы для скачка вперед. Я скажу несколько слов, раз уже меня понесло в эту сторону, о биологической зависимости человека. Вот это часто вопрос возникает такой, что ну хорошо, прекрасно вы там показали, как человек более-менее выходит оттуда вот из животного мира. Не то, чтобы показали, почему вот он каждую ступеньку проходит, но хотя бы такую, ну смутную такую дорожечку, ну какую-то там нарисовали. Как вообще это возможно? Или взгляд такой проекционный бросили, набросок сделали. И ну вот от биологии человек все-таки зависит от биологии или нет? И он вообще биологическое существо или нет? И он вообще все-таки животное или нет? Вот можно о нем все-таки говорить животное с разумом? Или животное политическое? Справедливо это или нет? Дело в том, что Хайдеггер очень протестовал против вот как раз таких вот определений. Называть человека животным, а потом к нему там что-то добавлять, какие-то довески. И с одной стороны это как бы действительно возмутительно, опять же не с позиции морали, возмутительно в том плане, что мы должны попадать в самое яблочко, мы должны все-таки человека определить через него самого. Не надо его там вот определять через вот предыдущие ступени, только с каким-то там отличием. А с другой стороны исторически, когда мы смотрим и когда мы понимаем, что человек-то в принципе еще и в некотором роде не создан, а это вовсе как бы не мой нажим и не моя какая-то там придумка. Это вообще Хайдеггерское такое глубокое мироощущение и такая установка. Он повсюду и везде говорит об этом. У него всего еще нет, потому что все еще не создано. У него и мира еще как такового не было. Я вам уже говорила, это запись в черных тетрадях у Хайдеггера. Мира еще как такового не было, мира еще только будет создан в будущем. У него нет и мышления еще как такового. Мыслить мы будем только в будущем. И кстати, не только у него, Ницше о том же самом пишет. Так вот, когда мы подходим к человеку с таких позиций, что он все еще не до, то может быть в этом плане определение его как животного с некоторой особенностью и подходящим. То есть мы здесь где-то так колеблемся. В любом случае дозайн это попытка определить самого человека через него. Без всяких отсылок к животному саду. Когда же мы определяем человека как существо трансцендентное, или животное разумное, или политическое, или, как я вам говорила, животное с рукой, это мы пытаемся показать то, что человек еще выходит из животного царства. Все еще и до сих пор. Так вот, этот вопрос зависимости от биологии. Я думаю, даже если я с него начну следующую лекцию, потому что он обязательно должен быть освещен. Конечно же, эта зависимость и есть. Эта зависимость и есть, она и не может быть, поскольку мы стоим на вот этих основаниях всех. На основаниях растительного царства, животного царства, и на основании неживой природы в том числе. Мы из них возвышаемся. Мы пирамида оттуда. И наши нижние основания там. Как мы можем быть от этого независимы? Естественно, мы от этого зависимы. Но все это зависимость следует понимать правильным образом. А что значит правильным образом? А таким, что наша истина человеческая, то, что мы именно формируем, вообще может возникать только как независимое. Независимое. Вот такие парадоксы, парадоксы воплоти. То есть само по себе человеческое, за что бы мы ни взялись, оно должно быть уже независимым, то есть освобожденным. Почему вообще говорят о скачках? Неживая природа, и живая природа – это скачок. Это не потому, что там так трудно вывести одно из другого. Может быть, в отдаленном будущем мы научимся выводить одно из другого, и все равно это будет скачок. А вы знаете, почему это скачок? Потому что это приобретенный уровень свободы. А свобода и есть то, что не зависит. То, что не зависит принципиально. Это не значит, что она вообще не будет с этим считаться. Она будет с этим считаться, и при этом она не зависит. Как это понять? А так это понять, что она определяется не теми законами уже. Не теми законами. То есть она учитывает, она эти законы может видеть. Но вот как мы учитываем законы материального мира, да? Но мы же не ими определяемся. Мы не ими определяемся. Мы ими овладели, мы их познали, и наоборот, мы ими пользуемся. И нашу жизнь мы выстраиваем не по этим законам, а по другим уже, по общественным законам. Даже любой живой организм выстраивает свою жизнь уже по другим законам. Это самый сложный пункт, который тяжел для понимания, поэтому на следующей лекции об этом еще будем говорить. В философском смысле надо отвечать, что независимо. То есть любая жизнь независима уже от мертвой природы. Она развивается как независимая, как свободная. Жизнь есть первая свобода вообще. И животное независимо по отношению к растению, а человек независим по отношению к животному. Давайте хотя бы сейчас остановимся на том, что человек независим, мы говорим такую громкую фразу, потому, хотя бы потому, что он может переступить через любой биологический инстинкт, любую биологическую реакцию. Он способен это сделать. Животное нет. То есть это не значит, что он во всех случаях это делает, это значит, что он может. Это значит, что у него есть такая возможность. А возможность это самое главное. Поэтому независим. А в реальности, в реальности и в действительности биология еще очень сильно давлеет над человеком. И даже над нашим человеком, тем, которого мы сейчас видим на улице. Биология сильно давлеет. И прежде всего она давлеет в вопросах пола. Биология нависает, как вопросы пола. То есть вопросы, которые всплывают в личных интимных отношениях. Вот эти половые вопросы биологически еще сильно давлеют над человеком. И здесь сложно стыкуются свободы. Сложно стыкуются свободы. Биологические свободы, которыми человек владеет, как такое вот разумное животное. Поскольку, когда человек ведет себя по-животному, это в относительном смысле. В абсолютном он уже животным стать не может. В относительном смысле, когда он ведет себя как животное с разумом, это совершенно иные свободы, нежели свободы общественные, человеческие. Поэтому, я не знаю, спекуляции очень много на всех этих вопросах биологии человека. Но ни в коем случае нельзя исходить в понимании человека, идти от биологии. Как бы человек не был зависим от биологии, даже самые первоначальные ступени его развития, самые примитивные, как бы он не был зависим от биологии, он уже в своем развитии определяется совершенно иными законами и иными возможностями. Даже там нельзя исходить из одной биологии. Уже там это неправильно. Что же говорить о сегодняшнем человеке? Ну, все теории, которые выводят всякие человеческие мироустройства, отношения и все прочее из биологии, в том числе и из генов, это путь не туда. Это путь не туда. И нам дорого вот это все будет стоить, потому что мы пройдем этот путь не туда, будем по нему еще очень долго топать, пока не упремся в тупики, только тогда признаем, что это был путь никуда. А я вам говорю заранее, что это путь никуда. На него будет расстарчено очень много энергии. Это путь в никуда, когда он не занимается своим чем-то собственным. Если он занимается биологией, исходя из общественного понимания, общественного метода какого-то, вот я сегодня даже набросала такой метод, что можно рассматривать в биологии, тогда он плодотворен. Если он не понимает отношения между людьми, не рассматривает их, а пытается наоборот из биологии их вывести, это ужасный тупик. Ужасный тупик. Понимать сознание и мышление человека из рассмотрения нейронных связей, чем занимается сегодня наука, это ужасный тупик. Она откроет много очень чего интересного, полезного, потрясающего, потому что в проекции на биологию все равно видна человеческая суть. Она там видна. И когда ученые это все рассматривают, они невольно касаются, это как вот играешь на пианино, невольно касаешься, там можешь сыграть даже что-то такое вот талантливое, что-то придумать по ходу, стихийно. Они невольно касаются вот этих вот верных точек каких-то, но пробегают мимо них, не замечают их, и снова покрывают их всеми неправильными подходами, вот ученые. Но в проекции можно кое-что увидеть. Однако, пока мы не научимся идти к своей же собственной биологии через вот эти общественные отношения, общественные органы, через то, через что наша биология и формировалась, мы ничего не поймем в своей собственной биологии. если мы хотим исследовать что-то более древнее, истинно животные функции, то это можно исследовать лучше всего на животных. А если мы препарируем самого человека, вот знаете, как вот сейчас препарируют мозг, рассматривают все остальное, то тогда нам нужно обязательно идти вот от общественных органов, общественных отношений туда. Как только мы вот это вот не берем, мы, ну, мы голые, мы беззащитные оказываемся перед тем, что мы видим. Мы видим массу чудесных фактов, которые мы не можем связать друг с другом, что сейчас вот и творится у нас в науке. И мы начинаем придумывать всякие различные объяснения этому, и снова попадаем в замкнутый круг, снова попадаем просто в представление. Продолжение следует...